Когда мне было 19 лет, поехал я к бабушке на зимние каникулы, отдохнуть от учебы и прочего городского быта. Мне всегда там нравилось. Тихо, спокойно. Периодически можно встретить друзей детства, с которыми провели не одно лето вместе. Окунуться в детство, вспомнить множество историй, которые случались со мной. В общем, ностальгия и ничего кроме отдыха. Даже помощь бабушке с дедушкой по бытовым делам казалась для меня отдыхом. Ведь каникулы, деревня, свежий воздух. Пожалуй, единственное, что меня напрягает, это только кладбище, которое находится в 200 метров от нашего дома. Дом наш не последний в деревне. После нашего дома стоит еще три видавших вида дома. И за ним, метрах в 150-200, находится кладбище. В детстве оно меня не особо напрягало. Но когда я стал взрослеть, это нагоняло на меня жуть. Сейчас же я вырос, и мне до этого нет совершенно никакого дела. Не ребенок, можно так сказать. Не верил я в мистику. До того, как со мной произошла эта история. Собрался я тогда пойти в баню вечером. Часов в 10-11 вечера. Баня у нас обычная. У нее две двери. Первая дверь открывает вход в предбанник. Вторая же в саму баню, где моются. В общем, все как у всех. Раздевшись в предбаннике и пройдя в баню, я решил хорошенько там посидеть пропариться. Так сказать, выпустить всю грязь из себя. Сижу я, отдыхаю. И тут открывается дверь. С пронзительным таким скрипом. Я сразу подумал. Вроде бы я ее закрывал плотно. Да и что мешало ей открыться раньше? Странно. Но тогда я просто гнал все эти мысли прочь. И верил в то, что ничто не сможет испортить мне этот замечательный вечер. Во время того, пока я сидел и потел в бане, дверь открывалась еще два раза. После третьего раза я уже просто не выдержал. Взял толстенную мокрую тряпку, накинул ее на дверь и со всей силы захлопнул дверь. Так, что даже если захотеть, ее будет очень трудно открыть. Посидев еще минут пять, я начал мыться. Начал намыливаться. Только я намылился весь, как раздался скрип. Пронзительный и длинный. Тут-то на меня и накатила волна необъяснимого ужаса. Я сразу начал гнать мысли прочь. Страх парализовал мое тело. Я стою и от страха не могу пошевелиться. Ни повернуть голову. Ни сделать шаг. Ничего. И я просто встал. И чувствовал, как на меня кто-то смотрит. Чувствовал этот взгляд на себе. Тяжелый взгляд. Меня бы это не испугало, если бы я услышал, как открылась дверь в предбанник. Но я не слышал, как она открылась. Погоняв дурные мысли минуты две, я все-таки собрался, пошел и закрыл дверь. Закрыл я ее так же на тряпку. Помылся, сижу, думаю. И даже как-то стало смешно, забавно. Посмеялся я над всем над этим, над этой ситуацией. Над тем, как испугался всего этого. Волна ужаса откатила. И страх сменился радостью и хорошим настроением. Я хотел пойти вдохнуть глоток свежего воздуха и потом вернуться обратно, попариться немного в баньке еще. В предбаннике находилось окно. Маленький квадратик. Не знаю, зачем оно там нужно вообще. Я решил заглянуть в него. В данный момент оно находилось у меня за спиной и было расположено довольно низко, на уровне моей грудной клетки. Стоял я в полуметре от него. Сделав небольшой шажок назад, развернувшись к окну и немного нагнувшись, я обомлел. Я испугался так, как никогда в своей жизни. В пяти сантиметрах от меня было оно. Было его лицо. Это был старый дед с редкими длинными седыми волосами. Я смотрел прямо на него, а он смотрел сквозь меня. Мертвыми, неживыми глазами. А я ничего не мог сделать. Я просто во второй раз оцепенел от ужаса. В ту же секунду я был готов пойти на что угодно, лишь бы не наблюдать это перед собой. Я быстро отпрянул от окна и забежал в баню. Закрыв входную дверь на швабру, я вжался в дальний угол бани и всячески пытался себя успокоить, но не получалось. Еще где-то час я слышал стуки и перешептывания, тихий глухой хриплый шорох, который я не мог разобрать. Слышал постукивания по стенам бани снаружи. Я закрыл глаза и уши просто, чтобы не видеть и не слышать всего этого ужаса. Пытался прогнать все свои гнетущие мысли прочь. И про то, что увидел, и про то, что слышу. И про кладбище, которое находится в двухсот метрах от меня. И про все ужастики, которые прослушал, прочитал до этого, пытался забыть все. Минут через пятнадцать, как шорохи и постукивания закончились, я наспех оделся и, не оборачиваясь, быстро убежал домой. На пороге меня встретила бабушка, но спросила, где я так долго был. Я просил у нее время. Она сказала, что сейчас четыре часа ночи. Хотя я точно помнил, что пошел туда в десять-одиннадцать часов вечера и не мог быть в бане дольше двух часов. Это был третий раз за последнее время, когда меня окутал липкий страх. Мне все еще казалось, что я сплю, что все это не по-настоящему, что все, что я увидел, это просто мое бурное воображение. На следующий день, зная, что мне ответят и зная, что никто мне не поверит, я рассказал эту историю всем своим родственникам. Я не ожидал от них ни понимания, ни сострадания, ничего бы то ни было еще. Послезавтра перед уездом в город я зашел в баню и увидел там то, чего никогда не видел до этого. На потолке были нацарапаны какие-то руны и письмена, прочесть которые я не мог. Бабушка сказала, что они были там всегда, с того момента, как дед построил баню. Меня в четвертый раз охватила стальная хватка ужаса. Эту историю мне рассказал один мой знакомый. Буду рассказывать с его слов. Однажды летом мы с друзьями решили съездить на дачу к товарищу. Мы старались сделать это каждые свободные выходные, так как дача его это большой дом в деревне с шикарной баней прямо около речки. Обычно эти поездки сопровождались представительницами прекрасного пола, но в этот раз мы решили приехать чисто мужской компанией из пяти человек. Вот приехали мы туда и пошли купаться на речку, а ближе к вечеру стали разводить костер и жарить шашлык. После шашлыка, естественно, не без топлива, мы были уже веселые. Было решено сходить в баню, попариться, а после продолжить пиршество. Начали париться, хлестать друг друга вениками, в общем, как и все нормальные люди. Первыми не выдержали я с хозяином дачи и еще одним товарищем. В бане осталось двое самых стойких и жароустойчивых парней, а мы побежали охладиться в речку. Благо она была буквально в трех метрах за баней. Охладились мы и пошли дальше поглощать мясо и заливаться горючим. Прошло полчаса, а эти двое так и не выходили из бани. Были слышны какие-то шумы, но мы не придали этому значения. Подумали, что они уже совсем больные, столько времени парятся. Спустя буквально пару минут мы услышали из бани крик и кинулись туда. Дверь почему-то была закрыта на внутренний засов. Мы кинулись к окну. Я никогда не забуду того, что увидел. По довольно-таки небольшой парилке бегал один из моих друзей. Второго не было. Зато вместо него за парнем бегало что-то. Хрен знает что. Окно в бане было запотевшее и видно было плохо. Друг вопил там как резанный и колотил руками по стенам. Мы быстро решили ломать дверь. Благо засов внутри был не засов, а так одно название. После пары мощных ударов плечами в дверь она распахнулась и мы вбежали внутрь. Друг Хромая выбежал на улицу. Посреди бани стояло на задних конечностях это существо. Было оно темного цвета и по виду напоминало что-то среднее между огромной крысой и козой. Секунду оно смотрело на нас стеклянным взглядом черных глаз. Потом расплылось в улыбке, если это можно так назвать, и каким-то образом быстро шмыгнуло в щель между половой доской и стеной. Мы выбежали на улицу, да так ничего и не нашли. Друг весь был изранен, словно его полосовали вилками. Тут на крики и шум прибежал второй, который должен был быть с ним. Как оказалось, ему стало плохо и он пошел в дом. Пострадавший рассказал, что оставшись в бане один, он закрылся и вдруг в дверь постучали. Он открыл дверь и на пороге увидел парня, который только что ушел. Тот попросил его попарить, мол, что-то еще захотелось. Напоследок. Как только дверь закрыли на замок, дружище растворился, а на его месте оказалась эта хрень, которая начала кромсать парнишу когтями, при этом ехидно хихикая. С тех пор прошло уже пару лет. Раны зажили, а случай помнят все. И в баню по ночам больше не ходят. Было это давно. Жили две сестры со своей старой теткой. Сестрам было примерно около 20 лет. И вот одна из них забеременела и родила мальчика. Но случилось не очень приятное. Она умерла при родах. Но младшая сестра с теткой взяли ребенка под свою опеку. Вот прошло полгода. Сестра с теткой засиделись, играя в карты, и забыли про то, что баня у них была уже давно истоплена. И вот, после полуночи они взяли полотенце, ребенка и пошли в баню. Когда они зашли туда, то у сестры было какое-то странное ощущение. И она решила закрыться на крючок в бане. Как только они разделись и принялись мыться, то вдруг в окно им кто-то постучал. Они испугались. Вдруг резко в окно заглянула огромная черная кошка. Началось скребение по двери когтями, по стенам. Раздавался топот по крыше. Ужасные стуки в стены и окна заставляли кровь женщин кипеть. Это все продлилось до утра. Как только пропели первые петухи, так это все сразу же прекратилось. Ошеломленные они просидели еще около часа в бане и, схватив ребенка, побежали домой. Дома было все перевернуто. Спустя время они пошли к бане. Увиденное их поразило. Вся баня снаружи была исцарапана так, как будто это был медведь. На земле была кровь и множество следов от копыт. И вдруг на крыше показался тот самый черный большой кот, который, взглянув на них добрыми, но в то же время угрожающими глазами, скрылся в темноте. Продолжение следует...